В Кольчугино открылся новый детский сад на 80 мест. Это событие особенно порадовало родителей совсем маленьких детей и тех, кто только собирается стать мамами и папами. Новый детский сад «Пчёлка» рассчитан на малышей от полутора лет. Здесь в основном будут такие дети ходить. Трёхлетки у нас было уже нормально. Вот этот сад очень нас поставил в такие условия, привилегированные, может быть, даже. Не знаю, как в других городах, но в нашем городе всё прекрасно стало с детскими учреждениями. Дети уже начали немножко ходить, с удовольствием ходят. Ну, некоторые, конечно, ещё не привыкли, но всё равно у нас мы очень и очень рады. Заведующие замечательные, коллектив очень хороший, ответственный коллектив. У садика современная планировка. Здесь созданы все условия для комфортного пребывания детей и персонала. Большой пищеблок, светлые группы, просторный актовый зал. В целях безопасности на входе установлены турникеты. Есть комната охраны, система видеоконтроля за внутренним помещением и территорией. Впечатляет и художественное оформление здания. Уже на входе дети попадают в цветочный город, где их встречают любимые герои, незнайка и кнопочка. Стена холла второго этажа расписана местной художницей-дизайнером Еленой Белышевой. Композиция представляет собой витражную бабочку. Приоритет у нас художественно-эстетический. Поэтому дальнейшие планы такие, что дети смогут проявить свои способности, возможности в различных кружках. Различные виды рисования планируются на мольбертах и в разных техниках. Музыкальные, вокальные кружки планируем. А в целом я считаю, что открытие этого учреждения – это хорошее создание настроения даже для населения. Вот мы сейчас общались. Ну а главное, что это для детей. И важно, что они в хороших условиях. Ну а главе города и района надо больше заниматься благоустройством, больше наводить порядка, больше обустраивать. Капитальный ремонт здесь будет продолжаться. И домов, и переселение граждан по программе будет идти. Жизнерадостную пчелку возвели в короткие сроки, всего за полгода. На месте старого детского сада, который был полностью снесен. Татьяна Гордеева, Ян Захаров, губерния 33.